Вот так, овечья шерсть, back in business. Особенно вот с вашим вторым пальчиком, его можно вот сюда, знаете, аккуратненько так вдавить. Point shoe size changer. Всем привет, это канал Таня Плюс Танция. Сегодня у нас будет выпуск посвящен гаджетам, которые помогают сделать планты более удобными. Сейчас их очень много, что для чего, как этим пользоваться, как подобрать для себя различные вкладыши, наклейки на пальцы и так далее. Нам расскажет человек, который знает об этом все, Инна Майорова. Итак, у нас сегодня снова Инна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас снова, всем очень понравилось, нам очень понравилось, всем нам это и нашим, моим подписчикам, как мы разговариваем про пуанты. Сегодня мы как бы вторую часть делаем, но не про пуанты, а как раз про все эти гаджеты, прибамбасы, я не знаю, их очень тоже сейчас много. И все мои педагогики, которые с советского времени, они говорят, вот вам везет, у вас сейчас столько всего есть. А у нас была тряпочка, кулечек, газетка и что-то еще. Давайте расскажем основное, что есть на рынке, такое самое интересное, на ваш взгляд, Инна очень подготовленная у нас. Так, давайте рассказывайте. Чего и что нужно, что может помочь облегчить нам жизнь в кулантах. Так, давайте рассказывать. Значит, внутрь стакана мы можем поместить базовый вкладыш. Значит, базовые вкладыши у нас есть. Мягкие? Такие спонжики. Вот эти. А, нет, вот это гелевые, а спонжики, я не знаю, вот выглядят вот как вот этот. Я таких еще не видела, кстати, вкладыши. Точно, видели такие носочки узенькие, оббитые белым хлопковым, белой тканью. А внутри они такой, он такой, как спонжик, как губочка. Вот это спонжики, да. Да, 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 вот это самые дешевые, самые простенькие. Но у них тут все удобно, мягенько, потом одни на вторые. И девочкам хорошо, малышам вот такие носочки, потому что они дышат. И потому что они есть в маленьких размерах, потому что силикон в маленькие пуанты не запихать. А вообще, кстати, вот силикон, я знаю, что многие ругают их за то, что в них чернеют как раз ногти. Силикон можно носить на трико, а можно носить на голое тело, если удобно. Мне тоже неудобно в силиконах. Но при этом силиконы это дефолтный вариант. Это что дальше? То есть самый-самый популярный. Почему? Не знаю почему. Возможно, что он лучше всего амортизирует. То есть людям подходит больше всего силикон. И, кстати, их много видов. Есть более жесткие, а вот эти вот, смотрите, какие они. Да, я поняла. Здесь уплотненные еще. Уплотненные носочки. И сам он такой, видите, прям как детские игрушки. Вот эти слаймы, да, такой резиновый. Антистресс. Ага. Да. А как это подбирать? Бывают разные. Тоже подбирать от клиента. Да. Как методом проб и ошибок. Кому что удобно. Сейчас немножко расскажу. Вот такой вот носик, он очень удобен в ножках с разной длиной пальцев. Особенно вот с вашим вторым пальчиком. Его можно вот сюда, знаете, аккуратненько так вдавить. Да. И он хорошо амортизирует вот этот вот толстый нос. А про длину пальцев смотрите предыдущий выпуск. Там мы очень подробно рассказали, какие бывают стопы, чем отличаются по длине пальцев. Друзья, вот такая счастливая новость. Нет, к сожалению, пока что мне не вручают ТЭФИ, но все еще впереди. На самом деле, хотела сказать, что платная подписка открыта. Кнопка спонсировать появилась около стандартной кнопки подписаться, если вы подписываетесь с компьютера. А если с телефона, то для вас отдельная ссылка, чтобы вам было удобнее. Она находится около главного видео на странице. То есть вот здесь. Переходите по ссылке и далее действуйте по инструкции. Там все просто и понятно. Велкам, милости просим, будем вместе заниматься, развиваться. Я думаю, что это будут очень плотворные занятия. Сама тоже буду заниматься по нашим видео. Так, выйдем немножко за край системы. Для маленького пальчика. Вот для вашего пальца длинного, среднего. Это для второго, да? Вот это для второго пальца, да. Вот такая вот подушечка. Она кладется в дно пятака. И вот этот вот палец, он как бы проваливается вот в это отверстие. Она кладется в мель, вот так вот получается? Так, вот сюда. А, все, я поняла. То есть он за счет того, что он продавливает сильнее, он как бы мягко. А я еще знаю, что есть напальчник. Мне сказали на большой палец надеть на пальчик, чтобы выровнять их длину. Нет, не такой. А вот какой-то вот прям, ну, тут такого, наверное, нет. Ну, прям, знаете, как мне сказали? Знаю, знаю. Правильно? Надо мне такой найти, да? Вот такой. Мне такой нужно на большой палец надеть, чтобы выровнять. Да. И будет легче жить. Это для тех, у кого второй палец длиннее, чем первый, надо выровнять. Да, можно надеть какой-то колпачок. И вообще вся философия, вот я, кстати, не сразу поняла, когда у тебя что-то болит, первое желание это место закрыть еще больше. Правильно? Наслоить на него там, намотать какой-то. Да, да, да. И это же неправильно, потому что мы только увеличиваем его размер. Давление на него. Давление, да. Поэтому, на самом деле, правильно увеличивать размер всего остального, да? То есть, большого пальца, других пальчиков. И тогда образуется, как бы, свободное место, где маленький пальчик дышит. Лайфхак. Хорошо. Или вот эти вот косточки, которые у вас болят, тоже вот такая вот штука, например. Она пусть, она не ложится на косточку, пусть она заканчивается вот здесь, вот рядышком. Ого, сейчас Америку мне открыли. Я как раз одевала ее на косточки, на мозоль. Ну, если, собственно, трение происходит, то мы можем защитить от трения. А если вы понимаете, что просто там мало места для вот этой косточки, то отодвиньте стакан в другом месте. Очень интересно. Да, лайфхак, да, два. Сегодня лайфхаки. Дальше, что еще нам пригодится? Косточки. Косточки, да, это больная тема. Вообще косточки. Это больная тема. Если, особенно у девочек, у которых формируется еще скелет, есть пространство между большим пальцем и следующим, его обязательно нужно закрыть. Иначе большой палец... Скосит. Скосит. Скосит и выскочит вот эта вот косточка. Что мы делаем? Есть прекрасные разделители, они есть в любых аптеках. В аптеках, не в танцевальных магазинчиках. Вот сюда ставится, его совершенно не ощущает человек в куантах. И просто нужна дисциплина, нужно, чтобы детки с самого начала привыкали к тому, что они носят вот этот вот силиконовый разделитель. Все. Косточка не вырастет, ей будет некуда сдвинуться. Вопрос. А если косточка уже растет и, видимо, уже прошел диссонанс большого пальца, у меня такой направо в стопе, то поможет ли сейчас мне уже выровнять обратно? Обратно она не... Обратно косточка не уберется. Нет, 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 нет. Но вам будет гораздо удобнее. Попробуйте, оно просто возвращает в нормальное положение пальцы, и вам будет удобно раз, и второе, вот эти вот штуки стабилизируют пальцы в пуантах. Вот этого сжимания, которое меняет нам полноту в пуантах, да, и пальцы проваливаются, его будет меньше. Хорошо. Да. Уже третий лайфхак. Отлично. Не знаю, как для вас, но мне сейчас очень много нового и полезного. Классно, я рада. Я тоже рада знакомству. Да, гелевые вкладыши не всем, опять же, подходят. Они более тонкие, их теперь все выпускают. Они тоже выходят разных размеров. Причем вот тот же блок их выпускает огромные, на большие ноги, на широкие полноты. Вот тем, кому не хватает вот этой вот ширины в пушах, можно поискать гелевые вкладыши больших размеров, больших полноты. Чтобы было мягче? Хотите скажу, где вкладыши хорошо, где хорошие ассортименты вкладыши в детском мире у Чакот? А, в Чакот, вот прям в нашем детском мире. Да, да, да. Вот у них прям роскошные. Я знаю, что очень дорогие. Ассортимент только дорогие. А они того стоят? Уже раз мы назвали фирму, стоит это того? Или просто то, что есть у них, ни у кого другого нет? То, что есть у них, ни у кого другого нет. Потому что вот такой я знаю, в Чакоте я покупала. Очень дорого, но я была... А вот эти попробуйте в аптеке купить. В аптеке есть вот все ортопедические штучки. Они в России выпускаются прекрасно. Просто продаются. В аптеке ищем дешевле, чем в Чакоте? Потому что в Чакоте была вот такая, одна такая, по-моему. Стоило около полторы тысячи, это было очень давно. Стоило полторы, там, что-то около, ну, короче, около полутора. Я ее порезала, покрансала, мне до сих пор... Они уже, конечно, себя изжили, мне надо менять. А их, кстати, по-моему, уже нет в Чакоте. У нас, по-моему, больше нет такого. Я кому-то советовала, да, они ее могут найти в аптеках. Хорошо, что вот это такое? Так, это сайз... Пойнт шу сайз чейнджер. Хорошо. Если одна нога, у нас больше другой. И поэтому в одном пуанте, да, у нас длиннее другой, и поэтому в одном пуанте нам удобно, а в другом мы подбираем всегда на большую ногу, чтобы ее, чтобы ей сделать удобно. И тогда меньшей мы просто меняем объем в пуанте. Вот таким вот образом. Вот это вот у нас идет в... На дно? На дно, да. И вот так вот меняем размерчик пуанта. То же самое, если нам не хватает полноты, или если нам мешает полнота излишняя, да, вот это вот такой классный спонжик. Вот он зашел. Если она слишком широкая. Если слишком широкая, да. Если слишком раскрылась, и нам кажется, что нужно... Мы туда упали. Надо бы, да-да-да, добавить здесь объема. Еще раз, кому непонятно про полноту и так далее, смотрите предыдущий выпуск про то, как подобрать пуанты. Там все это очень подробно рассказывано. Сейчас мы рассказываем про аксессуары, которые улучшат еще контакт с пуантами. Да, хорошо. Дальше. Так, что еще у нас осталось? О, это. Какие-то легкие штучки. Очень приятно, наверное, что-то. Вот это. А вы думаете, что это? Это тоже, скорее всего, что-то, чтобы было очень нягонько. Это натуральная овечья шерсть, которую использовали как раз вот предыдущее поколение балерин. В Греции, видимо. А потом вдруг отказались от этого. Наверное, в Греции, наверное, в России. Не знаю про шерсть. В России просто танцевали без вкладышей, я так понимаю. Газета. Да, с газетой, с пакетом. Курек. Да, да. Салфетка. Да. Вот, значит. То есть они клали шерсть вокруг. Они клали шерсть, а потом в какой-то момент отказались, решили, что не модно, перешли на пластик, силикон. А потом оказалось, что овечью шерсть как раз можно сформировать таким образом, как тебе хочется. То, что нужно закрыть, или сформировать нужный объем, там, где его не хватает, или между теми же пальцами немножечко положить. Вот, поэтому овечья шерсть вдруг вернулась. А, нет, нет. Нет, она же натуральная, поэтому она наоборот лучше, чем тот же самый силикон. Отлично. Да, этого не знали мы. Хорошо. Вот. Вот так. Овечья шерсть back in business. Скоро газеты вернутся, я честно. Возможно. У меня есть целая школа, которая вместо вкладыша использует пакеты от супермаркета. Шикарно все живут. Да? Так, и ниточка, которую мы обшиваем пятачок фуантов. Это пальцы обклеивать. Да, пальцы обклеивать. А для чего, кстати, чтобы мозоли не было? Она гладкая, сама поверхность, и поэтому, если мозоль вызывается трением, то да, а то она. Она тоже в аптеке продается? Тоже в аптеке, да. Тейп, как это называется? Как называется тейп, потому что я когда-то домой покупала обычную ленту, как это пластырь, но она тоже была как к рулонам, и она не подошла вообще. В принципе, пластырь, просто у него более мягкая поверхность, более скользкая поверхность. А как сказать в аптеке, чтобы они поняли? Тейп, так и сказать, пластырь? Кинезиологическая лента. Не знаю, просто я купила пластырь кольцом, ну, может быть, я, конечно, с другой планеты. Такой советский. Да. Да. Так это вообще было ужасно. Да. Она еще, причем же клейкая, и потом отдирать больно. Да, 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 да. Вот надо такой покупать. Мне кажется, что они сейчас вполне распространены, может быть, не в аптеках, а вот в ортопедических салонах. В ортопедических. И это наклейки. Наклейки, да. Я им пользуюсь до сих пор. Сами приклеивайте. Да, только они у меня отклеиваются все время. Ой, кстати, у меня где-то клей был. Потому что надо пришивать, да? Нет, вот есть специальный клей тоже, нам британцы прислали его, какой-то эпоксидный. Ну, это у вас в Британии, избыта у вас там, и у нас, я не знаю, может быть, где-нибудь в Шакоте есть, конечно? Я думаю, что надо в строительных магазинах поискать, или в обувных. Нам приклеивает их обувщик. Не отклеиваются, вообще не отдираются ничем. А, и последние. Да, небольшие такие подошки. Это тоже мы кладем в пятак, туда, где нам это нужно. Не надо резать как-то, или прям так класть? Можно резать, а можно так класть. Хорошо, сегодня тоже был очень интересный, у нас был не такой длинный выпуск, но очень много интересного показали, кто не знал, кто знал. Может быть, я много чего видела, но не знала, для чего это, как это применять. Теперь все будет намного понятнее. Поэтому подписывайтесь в Инстаграм, и на указанном описании под видео. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Всегда ждем, и будем стараться, на них отвечать. Спасибо.